Итак, врываемся на карту Химмельсдорф. Первый бой. Давайте же посмотрим, что из этого выйдет. Очень интересно, две бабахи, как будут реализовываться. Мне еще очень интересно, куда 50-100 поедет. Мы привыкли видеть ИСа-3 в защите, но первый раз видим, по-моему, 50-100. Хотя, по-моему, команда... Брейншторм. Брейншторм. Использовали уже как-то сотку, но не уверен на этой лекарте. Они в атаке использовали на Химмельсдорфе, с другой стороны играя. Итак, разъезды на ваших экранах. Работать у нас, между прочим, будут абсерверы Азиатского региона. Так что посмотрим, как работают у нас ребята, наши коллеги. Думаю, будет все шикарно. Показана игра. Ну и перейдем немножко к бою. Это ты сразу защитил наших, да? Чтобы наших не ругали, что не то показывают. Да, ребята? Антон все правильно сказал. И уже начинается у нас замес. 50 бэшки залетают, сразу начинают терять ХП. Их тут встречают, в принципе, неплохо. И будут ли выстрелы от Бабах? Есть! Залетает на 800 по 113-му. Потихонечку проходит у нас команда Эльгейминг. Вперед теряет огромное количество очков прочности. Должны они проходить. Выходят на огромное количество стволов. Здесь должны Team Efficiency, естественно, отстреливать максимально возможное. Проседает Сафи на 50 бэ в команде Team Efficiency. И пока что атака потихонечку захлебнулась. Атака захлебнулась, потому что очень тяжело против двух британских ПТшек выезжать. Потому что они там очень много урона могут влить. Но и, как мы видим, они полетели вперед. И очень быстро сейчас подъедут для того, чтобы поддержать свой коллектив. Также тяжелый танк, который находился под второй базой, тоже возвращается к своим. И тут должны, в принципе, додавливать команду Эльгейминг. Только вот я вижу наоборот. Пока Team Efficiency теряет по ХП очень сильно. И потихонечку уже смотри, как бабах это проседает. Уходит уже 113-й, а сзади 1390. Начинает жестко отрабатывать по всем возможным танкам. Здесь очень плохо, конечно, для Team Efficiency. И я думаю, что уже не получится тогда тащить. Но остается всего лишь два фловых танка. Один из них восьмого уровня. И ваншотный 50Б, который умрет даже от тарана, наверное. Тут 90-й вот его добирает даже. Ну и все, все. Этот бой подходит вот таким вот образом к концу. Тут четверо уже должны додавливать в любом случае восьмерку и десятку одну, которая сделает один минус и на 20 секунд идет на перезарядку. Тут 90-й уже, наверное, сотку сейчас доберет. Есть у 90-й снаряда? Нет? Мод не работает. Видимо, уже есть. Перезарядился и остается буквально одна бабаха. Вот так очень эпично у нас заканчивается первый бой. Очень быстро, очень жестко. И причем мы ильгейминг не побоялись выкатываться, учитывая, что огромное количество столов было сведено именно на них. Я же говорил, упоминал, что этот сервер играет очень агрессивно. И сейчас мы видели, что они даже без инфы какой-то летят, просто пролетают по ЖД. Нави как-то исполняли примерно такие раунды, просто без инфы пролетая по ЖД у них тоже получалось выигрывать. И хотя я не знаю, ну как можно вот так вот встречают команда. Ну, тут у нас команды-то сильные, топ-4 своего региона. То есть все должны уметь стрелять. Нет такого, что 12-е место с первым играет. И как раз-таки должны были встретить хорошенько, откидать. Два британца, два пробития по 50 бэшкам. Это минус две бэшки должны были быть в начале. Там сотка еще лучше, чем 90-к. Сотка тоже что-то должна была накидать, там приехать. А в итоге, что мы видим? Мы видим полный разрыв от L Gaming. Ну, молодцы L Gaming. Значит, подготовились и смогли все-таки устоять. Хотя именно вот этот вот выезд, потеря ХП, ну, очень тяжело было. Им все-таки затащили. Давайте посмотрим технику на следующий бой. И команда меняется местами. Итак, Team Efficiency в атаке. 2-113, 2-50 бэ, 13-90. Опять две бабахи. L Gaming в защите. 3-113, 3-50 бэ и ру-251. Очень просто и легко у нас L Gaming поступает. Давайте уже ворвемся на карту. И что будут делать команды? Очень тяжело играть от двух бабах. Это конкретно мое мнение. Потому что ты тянешься за ними, за их перезарядкой. Ты не можешь в нужный момент куда-нибудь там ворваться, куда тебе захотелось бы. Потому что тебе нужно все-таки вынуждать противника ехать на тебя, чтобы дать какие-то дамаги. Но зато если он приедет на тебя, ой-ой-ой, что будет? Ну, у каждого свои пожелания. Пока что видим разъезды. Остается у нас команда L Gaming под второй базой. Буквально контроль первой и второй линии осуществляют всего лишь два танка. Видим, что 13-90 команды Team Efficiency проскочил на горочку. И, возможно, будет давать какую-то информацию по шестой линии. И увидит там кого-либо. И в дефе стоит у нас Team Efficiency. L Gaming стоит в дефе. Нет, я в смысле разъезда. Никуда не спешат. Все стоят тут в дефе, по-моему. Но очень аккуратно начинают играть у нас красная сторона. Сторона атаки. То есть постепенно-постепенно пытаются что-то для себя подсветить. Какую-то инфу добыть, где стоят танки противника. А L Gaming вообще не переживают. Они не стали агрессивничать. Они просто заняли те позиции, которые, наверное, уже привыкли занимать по ходу сезона. Какие-то выгодные для них. Ну и, конечно, такая защита тоже имеет свои минусы. То есть если ворвутся где-то, они могут не успеть стянуться. Хотя тут у них больше всего танков это 113-х с 50Бшками. Эти танки быстро довольно-таки приезжают друг к другу. Поэтому, я думаю, L Gaming уверен в своей защите. Посмотрим, получится ли у красных разорвать оборону. Я думаю, сейчас по банану будут какие-то действия, движения. И выходят у нас пока линии вперед. Ребята и могут найти там рушечку, на которой играет Black. И сможет ли он убежать, почувствовать, увидеть. Я думаю, Black уже в засвете и просто убегает. Дорогие друзья, мы комментируем по реплеям. Поэтому какую-то информацию мод может нам сразу довольно-таки вовремя не давать. Поэтому, мне кажется, Black подсветил все-таки этих бэшек. Должен был, по крайней мере. И поэтому сразу же убежал. Прям видишь, он прям убегает. Ну, убегает. Прям сейчас было показано, как очень страшно. Бабаха въезжает в кадр и начинает на кого-то сводиться. Прям ждешь уже, что будет какой-то невероятный прострел. И какая-нибудь там бэшка или 113-й скажет спасибо, что хоть с 50 хп живой. Хоть оставили меня в живых, слава богу. Бабаха вообще странный предмет на самом деле. Вроде ваншотит, а вроде бы нет. Да, вот буквально вчера, помнишь, я тоже играл на Бабахе. И в лоб Е5-му на 1900 почти дал. То есть в лоб. Ну, казалось бы, куда в лоб можно пробить тяжелый танк настолько, да? А вот иногда находит Бабаха такие вот места. Я не знаю, куда он реально закидывает так. Очень странное пробитие, конечно. Ну и в то же время очень приятное, конечно же, когда закидываешь тяжелому танку под 2000. 90-й подсвечивает 113-го, получает, сразу начинает сейвиться. Ну, как-то странно, он пролетал на самом деле, мог не получить, наверное, если... Если бы сверху с разгоном поехал бы, мне кажется... А хотя у нас же изменили недавно систему засветов, и теперь 90-й подсвечивается сразу на выходе, поэтому... Он решил еще один шот получить? Он решил поехать обратно. Подожди. Я понял, я понял. Он понял, что дело не уха, и нужно возвращаться. Да, Декс, ты нам показал, как нужно на 90-й подсвечивать против 113-го. Я, в принципе, также в рандоме играю. Ну, по тебе видно. Спасибо. Тут у нас катается Бохан на своем 113-м, вновь подъезжает Банану, пытается что-то подсветить, но уже 4 минуты потеряла команда у нас за атаку, и я не знаю, как они пытаются построить вообще атаку. Не, ну подожди. На СНГ-регионе мы вообще привыкли, что на Химмельсдорфе война начинается только по прошествии 5-ти минут. И пока что команда Team Efficiency это показывает. Но мы же смотрим не СНГ-регион, мы смотрим азиатский регион. Я думал, тут будут играть все как L-гейминг, то есть агрессия с ранних минут, что-то такое. Кстати, вот очень хорошо сейчас прошел 113-й, забрал выгодную позицию. И L-гейминг делает все правильно. Они понимают, что на горке ваншотный 90-ик, и его Ружка перестреляет в любом случае, и посылают туда своего разведчика. Но здесь Ружка в любом случае забирает 13-90, здесь от этого никуда не денешься. Приходится ему ретироваться и отдавать горку. Но при этом забирают, как ты говоришь, первую и вторую линию. Очень хорошие позиции. Но как будет развиваться оборона дальше? Потому что действительно 5 минут уже подходит к своему завершению. L-гейминг, мы знаем, что она прошла, эта команда, без поражений вообще в сезоне. И я думаю, что Team Efficiency явно переживают за этот бой. И нужно как-то здесь, может, дать больше агрессии, возможно. То есть пассивно поиграть. Мне кажется, главное, горку стоило бы не отдавать, но они ее решили отдать. Ее забирает Бэшка с Ружкой. И сейчас команде в атаке придется очень тяжело, потому что они отдали все ключевые точки. Их тут держат очень уверенно со стороны вокзала команда L-гейминг. А горку занимает тоже L-гейминг. И сейчас они будут иметь очень много прострелов по всей карте. Смогут их использовать. Эта ружка сможет подсвечивать. Ну и в случае захвата базы они смогут быстро с горки спуститься и приехать по Джейка-линии и сбить сзади. А два фланга тебе очень тяжело будет как раз-таки крыть. Ну, естественно. L-гейминг показывает хорошую игру. Очень нравится наблюдать за этим коллективом пока что. Посмотрим, как, конечно же, пойдет игра у них в дальнейшем. К чему они придут. Но пока что показывает очень такую уверенную игру. Вот чувствуется. Все вот эти передвижения, перекатки, перетяжки, они прям вот стопроцентно практически пока что заходят. Видим, как ружка накидывает по 113-му. Два из двух, кстати, он положил. Шикарная работа от ружки. На ней играет у нас Блейк, напомню. И, наконец-таки, заезжает 13.90 на захват. Но, на секундочку напомнить, у него всего лишь 126 очков прочности. Да, как его вообще пропустили? То есть его же можно было подстрелить, по идее, вот этот 113-й имел там секунды два окна там появляется. Окно, вернее, в секунду две, когда 90-й залетает на захват. Ой-ой-ой, тут АМХ 50Б залетает на 113-го, начинает с ним перестреливаться. Боюсь, эта перестрелка приведет к именуемому уничтожению 50Б, потому что он уже на перезарядке. А вот 113-й цикличный танк может здесь накидать. И в тыл уже забегает РУ-251. Как хорошо по бабахе накидывают. Слушай, очень хорошее понимание игры у команды L-Gaming. Капитан прям принимает всегда верные решения, если, конечно, у них есть капитан. И танкер оставляет, ну, просто идеально. Я вот смотрю, все танки оказываются всегда там, где нужно. Ждем прострела от бабахи. Будет ли выстрел по 113-му? Нет, проходит вперед. 667. Не заходит Альфа, конечно, но 113-го должны забирать, но разменять один тяжелый танк на два. Нет, Тараном не смог забрать, сейчас должен добивать уже 50Бшку. Остается уже совсем-совсем малых ХП и танков у команды Team Efficient. Как здесь Рушка агрессивно вкатывает и на ходу практически забирает 1390, который стоял на захвате. Я удивляюсь этому коллективу L-Gaming. Очень красиво играют. Ну, просто умопомрачительно, классно. И, как ты говоришь, действительно в нужное время, в нужном месте. Бедную Рушку наконец-таки забрала бабаха FV4005, но слышим сигнал. Две минуты до конца боя и пока что у Team Efficiency нечем атаковать. Остается Бэшка, 113-й и бабаха. Ну, если Скэлл игрок на 4005-й FV-шке даст там ваншот кому-нибудь, возможно, даже два, то шансы, конечно же, появятся. А пока что командов проигрывает 5000 по ХП и такое преимущество. Комбэкнуть, учитывая, что у тебя всего лишь три танка, ну, очень тяжело. Ну, возможно, какой-то невероятный тащерский скилл сейчас проснется у ребят. Но, мне кажется, 70% на то, что ребята уже потихонечку проигрывают. Зажимает их команда L-Gaming и будет убивать. Ну, тут уже действительно осталось только поджать. Можно было вообще уже сидеть и ждать, пока команда сама приедет, потому что времени у них за атаку остается совсем мало. И, в любом случае, нужно как-то оттачить. Ну что ж, остается 113-й. Комбэк не получился. И карта Химмельсдорф полностью уходит в копилку команды L-Gaming. 2-0 счет. Что можно сказать, в принципе, о тактиках и о командах? Можно сказать, что против L-Gaming оставлять Химки – это самоубийство, потому что они чувствуют себя уверенно как за атаку, так и за защиту. Превосходная защита была, рискованная атака была, но, тем не менее, все это принесло победу. Знают, вот как в середине уже мы с тобой отмечали, действительно знают, что делать на карте. Все танки оказываются там, где нужно. Всегда поддерживают друг друга. И даже Рушка очень хорошо отыграла игрок с ником Блэйк. Очень много, мне кажется, он накидал. К сожалению, мы не можем посмотреть статистику после боя, потому что по реплеям. Но, кажется, он накидал очень много, потому что, во-первых, он не подставлялся, во-вторых, он всегда в нужном месте, и, в-третьих, он всегда поддерживал свои десятки. Да, он кидал и по 113-м видели два шота, потом он заезжал в тыл к 50Б и ФВ-215Б-183, потом он еще забрал 13-90, который на захвате стоял, а потом только ФВ-4005 завершило его действие на карте Химмельсдорф. Что ж, мы тоже передвигаемся потихонечку вперед. Впереди у нас Затерянный город. Что там приготовили команды? Возможно уже представить, что все-таки Team Efficiency, это именно они выбрали Затерянный город. Ну, пока рано, конечно, говорить, но давай посмотрим, что смогут у нас коллективы преподнести уже на этой карте, и технику на Затерянный город хотелось бы посмотреть. Я думаю, совсем скоро наши режиссеры покажут нам эту технику, а пока что Эльгейминг доказывает, что не зря они пошли в финал, на LAN-финал, без единого поражения. Ну да. А пока техника. Итак, Затерянный город. Team Efficiency в защите. 113-й, 350-й, Batchat 10-й, 9-й и WZ-111-1-4. Эльгейминг в атаке. 113-й, 250-й, 2-й, E100, T57 Heavy и RU-251. И предлагаю посмотреть превью карты Затерянный город. Затерянный город. Первая абсолютно симметричная карта, сделанная специально для игры 7 на 7. Соперники начинают бой с противоположных сторон. Путей для атаки здесь множество. Одна база находится на центральной площади, другая — вверху города. Именно за неё, как правило, и проходят самые ожесточённые бои, характер которых предполагает использование тяжёлой техники. Иногда берут танки полегче, для света и захвата базы. Использование тяжёлой техники, нам говорят. И Эльгейминг, опять-таки, показывает, что тяжёлую технику брать они любят и умеют. В атаке 2, E100. Видели мы от команды Hellraiser исполнение 3-х E100. Но это принесло им победу. Видели мы от Impact Gaming 4, E100, по-моему. И это им ничего не принесло. Но, учитывая то, как играет Эльгейминг, то есть наслаждаешься за их тактиками, разъездами, возможно, это принесёт какие-то плоды. Увидим. Пока что разъезды очень агрессивно прожимают первую базу. И уже Сафи на батчате начинает получать, ловят на гуслю и будут разбирать. Как так неаккуратно отыграл он сейчас на батчате? Просто на 800 хп теряет на ровном месте. Команда вроде бы у него угадала с разъездом противника. Эльгейминг приехали как раз под первую базу. А Team Efficiency уезжают? Куда они уезжают? Ты посмотри, они просто развернулись и уезжают. Возможно, хотят как-то обмануть противника и зайти с тыла. Пока что этого не видно. Видим, что Эльгейминг готовы, в принципе, атаковать. Но атакуют медленно таким, так сказать, нахрапом. Вырвали немножечко очков прочности у батчата. У них есть этап медленный. Они просто заняли двумя сотками. Почему взяли двух соток? Это для того, чтобы принимать противника на выезде. Жирные сотки дадут много урона, пока жить будут. Но опять-таки тут сторона защиты принимает решение растянуть противника, использовать своих бэшек, уезжать на другой фланг. Большой минус, конечно, то, что они и так проигрывали по очкам прочности. Так у них еще и бат подставился и еще сделал. О, еще кто-то ВЗ-шку получается. А там уже начинают выкатываться на соток, которые стоят в приеме. Шикарно отрабатывают ВЗ-шку из 113-го. И пока что 50 бэшки, 30 секунд до конца захвата базы. Летят вперед для сбития. Но здесь очень хорошие позиции у команды. Разрыв уже, кстати, 3000. Больше 3000 разрыв. И я не знаю, как Team Efficiency будут отыгрывать все это. Потому что такое отыграть очень тяжело, учитывая какой у тебя сетап. Но пока что Найс проседает. Также Т57 Хэви проседает. Уже начинают сотку потихонечку разбирать. Но захват на этом продолжается. Но туда врывается 50 бэшка. Начинает раздавать барабаны и должна выходить в ангар. Есть минус. Не проходит Альфа по 113-м. И 113-й остается у нас живой. Можно добить. Ну, нужно его давить. 40 хп. И все. Элгейминг опять заезжают со всех сторон. Ты посмотри. Они начинают просто уничтожать одни танки за другими. Да тут уже смысла захвата даже нет. Блэк, съезжай. Давай воевай. Воюй, вернее. Воевай. Воевай. Блэк. Что ж. Опять доминация команды Элгейминг. Заметил? Не было посадки в А1. Ведь, в принципе, именно такой разъезд можно было законтрить каким-нибудь танком, той же рушкой, который бы катался в А1, в А2. Ну, тут ребята решили сделать ставку на хп, на девятки. Взяли двух девяток тяжелых. Ну, вернее, батчата взяли для света, потому что у них десятый батчат подсвечивал первую базу. Нужен был еще один быстрый танк, подсвечивающий низ карты. Ну, и решили взять еще ВЗшку 1-4 для того, чтобы танковал и играл вместе со 113-ми. Но, как мы видим, все это не привело к успеху. И вновь, вновь с большим преимуществом Элгейминг одерживает очередную победу. Причем, как-то это им настолько легко дается, заметил, да, что взяли, вот пока что все три боя, которые прошли, счет у нас уже 3-0 в пользу команды Элгейминг. Вот, поменяли у нас наконец-таки. И суть в том, что все играют, вот Team Efficiency, вынуждают играть именно под то, как хотят играть Элгейминг. То есть Элгейминг сказала, так, мы сейчас едем вот туда, значит, вы будете на нас выезжать. Ну, ты берешь базу, они в любом случае должны выезжать. Ну, вот и заставляешь, что Химмельсдорф прошел под диктовку Элгейминг, что пока что видим затерянный город, опять-таки Элгейминг побеждает. Ну, уверенно, уверенно, игра действительно. И тут уже тяжело даже сказать, кто какую карту выбирал, потому что разрыв, что на первой, что пока что на второй мы наблюдаем. Вперед к победе идут, так скажем, очень уверенно. Давайте, ребята, уже посмотрим технику на второй бой на карте Затерянный город. Давайте глянем. Итак, поменялись команды местами. Тим Эфишинси, два 113-х, 350-б, два батчата, я так полагаю, девятого уровня. Элгейминг в защите, два 113-х, 350-б и Ру 251. У меня есть один единственный вопрос. Будут ли у нас подсадки? Учитывая то, что все, практически все говорили, команды я имею ввиду о том, что мы смотрим абсолютно бои практически всех регионов и учимся у лучших. Берем, смотрим тактики и какие-то разъезды. Но пока что, опять-таки, рушка у нас бешеная рушка, я ее так буду называть, потому что она разрывает на куски практически всех. Выкатывается на шестую и седьмую линию для подсвета. А разъезд, смотри, одинаковый, что в начале первого раунда... Но они уже вкатывают 50-б, шка как проседает. Что делает бешка? У них тоже бешка проседает очень сильно, но, блин, первая бешка прям ваншотная осталась, вторая у противника тоже, кстати. А пока что лидирует у нас сторона атаки по хп, доминации есть, и тут просто танки Элгейминг начинают лопаться один за другим. Но они до сих пор продолжают давить. Сейчас 50-б ушли уже на перезарядку и должны они их разрывать. Рушка опять врывается, добирает 50-б. Прямо на ходу. И бачаты вместе с 50-б ушками на АКД убегают, убегают в разные стороны. Вот в чем была задумка команды Элгейминг. Должны они сейчас добрать еще и 113-го. Вот сейчас есть, да, возможность перевернуть этот бой. Пока что у нас все барабанчики на перезарядке. Но нет, уже маф зареждился на 50-б ушки, делает минус 113-го. У него еще остается там парочка снарядов, я уверен. Ну и три танка против трех танков команды Элгейминг. Только по хпу тем эфишенсе больше на 1100. Ну и вопрос-то, в каких танках, да? Тут есть два бачата девятого уровня, которые выдают огромное количество урона. ДПМ у них бешеный. Плюс 50-б. А в ответ есть 113-й, 50-б, у которого 692 хп. Есть рушка, которая за 12-й уровень играет. За 12-й уровень играет, но рушка, конечно, разваливает. Что ж, неудачная выходка или нет? Пока что есть возможность еще здесь побоевать у команды Элгейминг, но теряют они рушку. И я думаю, сейчас со всех сторон зажму. Что ж, тим эфишенсе наконец-таки собралась с мыслями и забирают первую свою победу в этом матче. И поздравляем их с этим. Пока что счет 3-1. Наконец-таки череда побед у команды Элгейминг прервана. И, возможно, впереди у нас карта Рудники. И сейчас закомбычат будет 3-3. И мы увидим вот это вот яркое сражение, когда будет счет 6-6. Мы увидим действительно клевую схватку, где ребята покажут. Но пока что нельзя сказать, что тут прям такая схватка уверенной будет, потому что Элгейминг слишком уверенные идут. Этот бой они почти тоже затащили, но вот эта вот ошибка Бэшки, которая вначале переагрессировала, наверное, все-таки привело к поражению, потому что он даже не успел, по-моему, зарядиться. Остался уже 150 хп примерно, ваншотный, то есть оказался. Если бы он играл чуть медленнее и сохранил бы свои хп до конца, вот в конце эти полторы тысячи, ну, две тысячи его хп решили бы очень сильно, скорее всего, даже весь исход этого боя. Потому что он просто залетает вначале, сливается, остается ваншотным, отъезжает, его добивают, все. Никак не реализованный танк. Давайте, ребята, уже переходить потихоньку к карте Рудники и посмотрим, что же приготовили нам коллективы там. Итак, Рудники и Тим Эфишенси в защите. 113 и 4 батчата, Гриль 15 и Арта М40, М43, Эль Гейминг в атаке. 3 батчата десятых, 1 девятый, 2 ТВП и ВЗ-111-1-4. И давайте посмотрим превью карты Рудники. Рудники. Небольшая летняя карта с множеством холмов, камней и других укрытий. Команды начинают бой в стандартных местах. А вот положение бас другое. Одна расположена в нижней части деревни, а вторая — на воде. Одна из ключевых задач — захват центральной горы. Поэтому соперники часто выбирают быструю технику, а также танки с крепкой башней для прикрытия. Итак, продолжается у нас встреча команд Тим Эфишенси и команды Эль Гейминг. Счет пока что 3-1. И на данный момент Тим Эфишенси забирает себе победу. Смогут ли они продолжить вот это победное шествие и догнать команду Эль Гейминг? Узнаем буквально на карте Рудники. Потому что либо это будет максимальный такой разрыв, очень серьезный, либо они догонят. Знаешь, чего не хватает? Не хватает Тим Спиков. Вот Тим Спики было бы интересно послушать. На английском. Я думаю, они не на английском. Ну, режиссер, да, обиженно сказал, не будет у вас Тим Спиков. И видим разъезды команды. Батчат подставился уже где-то у команды Эль Гейминг. И мы видим подсадочки. Сафи, да куда заехал? Молодец! Уже что-то интересное показывает. Уже видно, что где-то здесь проскакивает. Ну, это Рудники. На Рудниках без этого никак. Тут должны все игроки знать все подсадки и занимать выгодные позиции. Потому что ты рискуешь быть уничтожен, если не займешь выгодные позиции. Такие вот, например, как Сафи сейчас занимает наверху на горке. Ну, и если мы на расположение, вернее, к сетапу команд вернемся, было понятно сразу, что Эль Гейминг будет играть в центр, потому что у них не просто так есть две ТВПшки в составе, но и две ТВП берут как раз-таки для замеса в центре. А Team Efficiency решили отдать весь центр и поехали отыгрывать пассивную тактику. Ну, и оно и понятно. Есть артиллерия в составе, есть гриль. И это само по себе подразумевает пассивный разъезд. Только вот почему, если они решили играть пассивно, у них всего лишь один тяжелый танк? Узнаем ответы на эти вопросы буквально скоро. А пока что наблюдаем за тем, как команда у нас разъезжается. Тоже у меня есть вопросы, почему же Эль Гейминг не смогли с двумя ТВП все-таки отстрелять с квадрата Е3. И вот этот вот переезд на воду, там бачат и все доехали. Ну, возможно, они не думали, что команда Team Efficiency будет играть все-таки в воду тоже. Потому что много раз мы видели, даже с артиллерией и грилем, команды могут отыгрывать центр. И Эль Гейминг решили все-таки уверенно занять центр, поэтому, видимо, не стали делить свои силы. А сейчас уже потихоньку занимают остальную часть карты. Видим перетяжечки. Думаю, что это будет, скорее всего, выход по первой и второй линии, но там готовы принимать ребята. И Эль Гейминг нельзя как-то затягивать с игрой, поскольку чем больше времени проходит, тем больше арта имеет возможности закинуть какие-нибудь ваншоты. Даже домашки по семь сотен, по восемь сотен тоже будут достаточно приятные. Я думаю, ваншотов больше может быть, потому что там всего лишь один тяжелый танк, все остальные это средние бачаты, ТВПшки, танки, которые как орешки щелкаются. И вот, кстати, сверху, ребят, твиттеры есть у команд, в фейсбуке появляются. То есть, если вам нравится какой-то коллектив, и вы желаете болеть, поддерживать его, болеть за них, и хотите, чтобы они попали на гранд-финал, то можете подписаться и следить за их успехами. Именно уже там, где есть информация более подробная про них. Все верно, подписывайтесь обязательно. И, конечно же, наблюдайте за боями любых коллективов. Все это есть в различных социальных сетях. И пока что видим, как три бачата в поддержке с ТВП будут вкатывать по первой-второй линии. А не опасно ли это? Ну, если подсветят, то, в принципе, должны их встретить хорошо. Только вот подсвет вроде был поздний. Гриль не попадает... А, нет, гриль попадает. Гриль 795 это он дал. И тут три бачата встречают весь этот ветер. Один бачат ринулся, помогает. Маф подсветит, тысячу сразу принимает. Ой-ой-ой, и тут у нас еще один бачат проседает очень сильным. Гуан Рен у нас уходит в ангар. Все-таки добирает бачата, который спешил на помощь. И отлично вкатывает Эльгейминг. Начинают продолжать уничтожать все танки команды Тим Эфишенси. Ох, как прилетает от гриля. Хорошо. Очень неплохие прострелы делает гриль. Прямо в башню, видимо, снял только что другого бачата. Тут у нас врывается еще по центру команда Эльгейминг. Они пытаются на Бохана напасть, но Бохан выживает. Ну, Бохан под прикрытием бачата был. И на него вкатить было достаточно тяжело. Здесь нужно добрать буквально одного бачата Декста. На бачате у нас остается буквально чуть-чуть. У него есть минус. Шикарно приезжает ТВП и говорит, ребята, что, долго ждем. Поехали дальше. Надо побеждать. Боитесь, что ли, да? Ну, боитесь, что ли? Смотрите, как надо. И сейчас уже будут дожимать. Теряют позицию на девятой нулевой линии. Не теряют, прошу прощения. Покидает у нас Сафи ту самую позицию. И не приведет ли это к неименуемому поражению? Ты посмотри, как этот флаг играет агрессивно. Просто выезжает по центру, дает пробитие по 113-м. Заезжает обратно. Но вот ловит в ответку от гриля. ТВПшка выезжает. Тоже ловит. Теперь ловит уже от другого танка, от бачата. Ну, и у Сафи у нас хэпа не так много. Бохан остается ваншотный. И геймер у нас на два шота, получается. Да, буквально два шота. И можно уже выходить в ангар. Но я не понимаю, почему первая и вторую линию не поджимают до сих пор. Это же даст информацию о гриле и о арте, которая там запряталась. Но Фокс как будто слышит и начинает уже подтягиваться. Главное сейчас не выкатиться. Ты посмотри, как он просто агрессивно играет. Моментально. Минус два. А арта не была заряжена или что? Или не смотрела? Нет, он смотрел, но почему не было выстрела? Я тоже вот не понял. Я смотрю на Фокса, и я думаю, не должен он выезжать. И тут смотрю, он просто выезжает и начинает разряжаться. Но остается двоймашины всего лишь. И 1400 хп на всю команду против 300. В смысле, 3100, а не 300. Ну, всякое возможно. И тут 4 танка. Один из них почти фуловый. Это ТВП. Тут просто уже дело времени. Сейчас просто дожать противника на базе и уничтожить два танка. Для того, чтобы более уверенно, конечно же, забрать победу, команда ждет, пока все остальные подъедут. Ну, нужно подождать, естественно, перезарядки всех. На Верочку, как говорится, играют. Да, LGaming у нас отличается вот этим вот каким-то вот... Я даже не знаю, как это назвать, но очень классным вот каким-то командным взаимодействием. Вот. Я подобрал слово. Достаточно старый коллектив и играли уже много-много гранд-финалов. То есть много тренируются, много выигрывали у себя там в регионе лан-финалы. Поэтому, я думаю, у них тимплей примерно на том же уровне, как у Na'Vi Hellraiser. Ну что ж, остается у нас буквально один танк. И это 4-1. Сафи до сих пор живет и готов продолжать бороться все-таки. Возможно, он сейчас имеет 5 снарядов и... По-моему, Блэк застрял. Возможно, Блэк застрял. И здесь есть все шансы у Сафи затащить. Но здесь уже вкатывает ТВП. Со всех сторон вливается огромное количество урона. 4-1, дамы и господа. И пока что LGaming у нас очень серьезно идут вперед. Победить хотят, по-моему. Я думаю, что и Team Efficiency хотят победить. Ну, другие хотят больше чуть-чуть. Возможно, это действительно так. Но пока что да. LGaming отдаем предпочтение вам, поскольку круто и интересно наблюдать за их игрой. Настолько уверены ребята, настолько правильные решения. Как ты правильно сказал про Team Play, они как будто чувствуют друг друга. И там капитан что-то сказал, и эти сразу уже делают. Прямо как будто читают на полусловие. Времени совсем не так много происходит, когда они начинают очень быстро что-то делать, что-то менять. То есть ощущение, что они там все на одной волне так общаются. Быстро-быстро там все так происходит. Ну, красиво, красиво. Со стороны сразу видно, что команда опытная. Ну что ж, прошу прощения, Team Efficiency тоже дошли же. Да, на четвертом месте. Мы Team Efficiency, я сравниваю, как прям команду Brainstorm в нашем регионе. Но дошли же. Но они один бой забрали, как Brainstorm на лане тоже. Ну да. Давайте посмотрим технику на следующий бой. Итак, Team Efficiency, 3 батчата, 9 батчат, 2 ТВП и WZ, LGaming 113, 4 батчата, T49 и Grille 15. Вот так вот легко и просто. Ну давайте уже, наверное, ворвемся и глянем, что они будут делать. Вот LGaming, кстати, у них какой-то распространенный сетап. Я вот смотрю, со стороны защиты. Один тяжелый танк, один гриль. Вот восьмерка только поменялась, артиллерия была в предыдущей игре. А сейчас у нас Т49. Но Т49 тоже арта уж. Мне кажется, будут вкатывать на центр сейчас, как минимум, от Т49. Я жду какой-нибудь шот. Уже разъезд в сторону воды, мы видим. Все уезжают в ту сторону. 49-ка вот будет подсвечивать. Может, что-то откидает, но коллектив уже весь занимает. Ой, как батчаты агрессивные едут. Действительно, если с D3, F3, E3 отстреливать, то там можно было бы одного батчата минусануть. Как в прошлой игре, так и в этой. Китайцы вообще не чувствуют страха. Они смеются в лицо опасности. И проходят вперед все дальше и дальше. Не боятся оставить первую, вторую линию. Ладно, восьмую, девятую ты еще можешь как-то подсветить. Понять, что там происходит. А пока очень нагло, нахрапом вся команда закатывается на центр. И, видимо, сейчас будут уже какие-то перетяжечки. Блэк у нас пересел на серьезный танк. Слушай, если он на ружке играл, как на 12-м уровне, то на 113, мне кажется, он как на 15-м будет играть. И, возможно, сейчас будет разваливать сам все в соло. Ну да. Ну и слишком зажато у нас играет Team Efficiency. Ты посмотри, вот очень зажато горку заняли. Прошло уже полторы минуты. И у них всего лишь один танк спустился вниз и катается внизу. Что делать шестером на этой горке, ребят? Вам нужно уже спускаться, какие-то позиции занимать. С1, Д1, Е1, деревню. А тут уже L Gaming деревню заняли. Поставили батчата на подсвет. Вот этот батчат, кстати, на F1, Е1, который, вернее, на Е2, F2 стоит. Он сразу будет светить выход противника с квадрата C4, C5 и на B5 тоже будет светить. То есть обзор у него позволяет оттуда досвечивать. И получая очень раннюю инфу, ты, соответственно, сможешь уже какие-то перестановки у себя в тактике делать для того, чтобы встретить раш, например, и еще что-то и тому подобное. Ну, мне кажется, Team Efficiency вообще не собираются даже ехать на первую и вторую линию. Мне кажется, будет выезд через горку и через восьмую и девятую линию. Но там есть NICE на Т49, который сможет прислать какой-нибудь ТВПшечки на 800, так на 900. А можно на тысячу? Ну, все, возможно, вот уже прострелы есть. Бомма. Это, по-моему, NICE и сделал прострел. Судя по тому, с какой стороны прилетело, больше ни от кого не могло. Возможно, так и есть. Но Т49 тоже, как говорится, странный предмет. По нему уже тоже залетают уроны. И Сафи неужели... Нет, не будет закатываться на подсадочку. Не спешит. А куда Сафи пытался сейчас заехать? Неужели тут еще какая-то подсадка есть другая? Да, мне кажется, нет. Он собирался заехать на стандартную подсадку, но понял, что его засветили и решил не рисковать. Ну да, от 113-го ловить на батчате такое себе удовольствие в начале игры. Учитывая, что ты проигрываешь уже со счетом 4-1, нужно собираться хп не терять и попытаться отыграть на максимум, конечно же. Видимо, что Team Efficiency начинает перетягиваться уже по А-линии. Но не дай бог, там бог он сейчас выйдет. Мне кажется, его там моментально сбреют, потому что там уже есть два танка, два батчата на прикрытии, на отработке. Посмотрим, вот уже он кидает, ой, смотри, залетает неплохо, дистанция большая довольно-таки, и попадать вот так вот несколько шотов подряд довольно-таки тяжело должно быть. В ответ прилетает буквально один снаряд, один урон проходит, и приходится ретироваться здесь после первой и второй линии команде L Gaming. Я понимаю, что им атаковать не надо, и возможно, в связи с этим они просто уезжают. Сказали, ну и атакуйте тогда сами. Ну да, они просто прочекали, поняли, где находятся батчата противника, подсветили, сколько у них там ХП, подали что-то, разрядили кого-то. То есть в любом случае время растянули и решили вновь уйти под свои позиции. Тем более бат на подсвете стоит в F2 до сих пор, Е2. Он в любом случае какой-то инфу даст. А команда Team Efficiency, кстати, вот реально очень зажата играет. Вот уже прошло пять минут, и они до сих пор в каких-то непонятных полупозициях находятся. Единственная нормальная позиция, которую они заняли, это горка. Ну и все. Дальше-то атака на этом захлебнулась. Сейчас они пытаются развить атаку через первую и вторую линию, возможно, такие. Но, опять, контроль есть на первой и второй линии, есть два танка, которые готовы принимать. Есть еще гриль, который готов тоже влить урон, и по сути, если два батчата скинутся по снаряду, и все это подкрепит гриль, то там что может от танка остаться? Одни колесики? Ну, а может и ничего не останется. И колесики отлетят. Возможно, все. И пока что действительно полупозиции, ничего агрессивного мы не видим от команды Team Efficiency. И учитывая, что Эльгейминг это топ-1 в своем регионе, мне кажется, против таких ребят нужно играть агрессивно. Их нужно ловить на том, что неожиданность какая-то, резкий какой-то поворот событий, к которому Эльгейминг, возможно, не будут готовы. А пока что Эльгейминг показывает, что позиционно вы хотите с нами поиграть, окей. Не вопрос, он, пожалуйста, квалит, куда залез. На позицию куска в чарке. Да. И сидит там, абсолютно все ему видно, высоко сижу, далеко гляжу и всех вижу. Больно стреляю. Да, еще дамаги даю. Урон получаю, без дамага проходит, мой батчат уходит. Вот так вот. Я бы сейчас поаплодировал. Диджей, прошу прощения, МС Ангел Киллер. МС Азик. Прикрывает, также спускается вся горка и проходит вперед здесь Найс в невыгодном положении. Блэк, конечно же, подъезжает. И как он выкатывается бортом под огромное количество столов. Сразу минус 2. Ну, там из центра выехали, из деревни выехали, просто стерли с лица земли Блэка. Это, похоже, переворот, я очень надеюсь, потому что пока что очень уверенно, тем эфишенсы идут. И минус 0 лежит 2 машины противника, это 49-ку и 113-го. Тут у нас обход двух танков от команды L-гейминг. Ребята, они могут заехать сзади и занять горку, кстати, 2 бата. Но в ответа здесь видим Бохан и еще также есть у нас... Только у Бохана ХП нету, у другого тоже нету. Ой, только хотел сказать, что и ТВП закатывается, но их моментально сбревает тут же Гриль и 2 батчата и занимают горку. Боже, что творят L-гейминг? Очень, просто читают, очень качественно играют, очень хорошие тактики используют. И читают противника действительно. Хорошая выкатка от 2 батов была. Уничтожает 2 машины, сразу на подсвет подъезжает. Тут можно... у нас скелл уже светится в любом случае. Просто мод не показывает этого. И Гриль, наверное, будет сбивать с него потихоньку попозже. И тут батчаты полетели на горку с ТВПшками. Но здесь должны принимать... Да, уходит сразу же ТВП. Остается у нас Сафи. Продолжает атаку. Должен Куайт быстренько вытягивать на своих оппонентов. Почему батчат не помогал? Видимо, был в перезарядке. Но при этом остается это 2 минуты. До конца боя. Там флага тоже должны уничтожить. И в итоге Декса будет заезжать с одной стороны. А Сафи с другой стороны. И батчат может оказаться у нас между двух огней. И уйти в ангар. Только посмотри на ХП. Недавно Эфэшнси выигрывали. А уже Элгейминг ведут полторы тысячи. А вот оставили батчата, просчитали это. Или возможно увидели и тоже вкатывают и забирают батчат. Но как можно было своего одного оставить на горке без прикрытия? Там же видели батчата. Он же там был. И пока что Тим Эфэшнси показывает не особо уверенную игру. Как будто ребята не уверены в своих действиях. Вот смотришь со стороны. Понимаешь, в нашем регионе это было 100%. Командир сказал так, поехали туда и уверенно там все умерли. Но уверенно. А здесь как-то вот Тим Эфэшнси... Давайте тут попробуем такое вот ощущение. Посмотрели. Ой, не-не-не, у нас тут блин ТВП забрали. Слушайте, наверное туда не поедем. Ладно уже. Там все разрядились батчата, ТВП забрали. Давайте развернемся, едем в другую сторону. В другой стороне. Потеряли танк. Ой, нет, давайте тут не поедем. Поехали в обратную сторону. Ну как-то... Это опыт, как говорится. Возможно, мы же не знаем составы. Возможно, игроки играют не те, не много. Возможно, тут приехали с заменами кто-то. Возможно, капитан себя плохо чувствует. Но потому что видно, что именно тактически Элгейминг играет намного увереннее. И за их игрой намного приятнее смотреть. Потому что они делают то, что нужно в данный промежуток времени. Вот в данный момент они всегда делают то, что нужно. Батчата, вот этот выход двух батов через вражескую базу решило все. Они просто заехали сзади, минусанули двух батов в центре. Или ТВП с батом, неважно. Двух барабанщиков минусанули, заняли горку. Собственно, вытащили противника, забатили, чтобы он занял горку. В этот момент там перестреляли с помощью этих двух батов. Опять одного бата. Второй добил все-таки одного батчата команды Элгейминг. А потом приехал Гриль, помог своему коллективу. И в итоге поставил большую-большую точку. И сказал, так, рудники, в нашу копилку записывайте. Без вопросов. Передем у нас Мураванка. Вот это уже интересно, по крайней мере, я считаю, одной из самых сложных карт именно в лиге. И как раз-таки техника уже готова. Давайте посмотрим, что ребята у нас берут на следующую карту. Итак, Team Efficiency 2.5, Т57 Heavy, 3 батчата 13.90. Элгейминг в защите ИС-4. Три батчата, СТБ, ТВП и АМХ 13.90. Опять-таки давайте посмотрим превью карты Мураванка. Мураванка. Карта с множеством домов, кустов и деревьев, за которыми соперники и скрываются большую часть сражения. Атака начинает бой из верхней части деревни. Оборона с поля внизу карты. Контролировать оба круга удобнее с холма у первой базы, а также с зеленки в левом нижнем углу карты. Путей для атаки множество. Но чаще всего нападающая сторона отвлекает соперника захватом первой базы, в то время как несколько танков остаются за второй и ведут огонь с фланга. Составы команд крайне разнообразны, но даже в тяжелые сетапы игроки стараются брать наиболее подвижные машины. Нередко в бой берут даже Арт Сау. Итак, продолжается у нас встреча двух команд. Счет пока что 5-1. Эльгейминг уверенно лидирует, выходят вперед. И сейчас у них защита. И что-то мне говорит о том, что ребята сейчас, скорее всего, будет счет 6-1 и начнутся уже матч-пойнты. Разрыв колоссальный у команд. Это прямо напоминает действительно Казань. Все по одному сценарию, да, пока что идет? Пока что да. И разъезды. Давайте вернемся к мини-карте и к нашему бою. Пока что, учитывая состав техники, да, 2.5, хэвик, в принципе, батчаты, очень динамичный сетап. Можно перетягиваться, можно кататься по всей карте. И подтягивается у нас Team Efficiency потихонечку, аккуратно, ощупая противника к первой базе. Ну и, в принципе, стандартные разъезды от Эльгейминга. Единственное, что 90-к здесь Найс очень агрессивно играет. Найс, по-моему, не может найти себе кустик на этой карте, потому что он катается, катается уже целую минуту. Вроде тут ломать ничего не надо, он просто катается. Мы привыкли видеть в СНГ, что 90-к всегда становится в какие-то кустики. И вот, вот он заезжает. Надеюсь, он посмотрел видео, которое на днях на портале Wargaming вышло, как работают засветы. Ты смотрел, кстати? Да, я посмотрел, очень наглядно там все это объяснялось. В принципе, да, это очень интересно. Мне тоже очень понравился выпуск сегодня тоже перед работой. С утра глянул, и действительно были, наверное, моменты даже для меня, которые вот освежились в памяти, то есть что-то подзабылось уже довольно-таки давно. Но видео очень приятное. Да, особенно выезд из-за камушков, вот эти подсветы, как это все работает. Теперь ты знаешь, да, как светить надо? Ну, теперь да, теперь я ствол поворачиваю в ту сторону, которую хочу посветить. Понимаю, что я где-то нахожусь за укрытием. На самом деле, очень много видео на портале. Заходите просто на Wargaming и ищите в группах ВКонтакте, на официальном сайте, очень много интересных видосов. В том числе я даже посмотрел видео некого ангела-киллера о том, какие позиции нужно занимать на картах различных. Пока что у нас проседает. Вот батчат не посмотрел мое видео, видишь? Батчат не посмотрел и получил очень много урона. Остается он у нас ваншотным почти что. По хп у нас примерно все ровненько. Преимущество в 100 хп уж нельзя назвать преимуществом особым. И вот тут Team Efficiency имеют, кстати, небольшое преимущество. У них тяжелые танки, у которых великолепный УВН. А у команды L Gaming таких танков маловато. СТБ тоже разве что может похвастаться наличием УВН. Но СТБ подсветит буквально совсем скоро. На него вкатывает уже несколько СТ-шек. Видит это все Фокс. И должен куда-то откатываться. На него влетает сразу же батчат. Как агрессивно начинает играть Team Efficiency. Он еще и не пробивает тут. Ой-ой-ой. Как быстро сбрили Фокса. Он, по-моему, не успел даже выдать весь свой барабан. И по хп все равно L Gaming чуть впереди, кстати, на один выстрел. Тут вот Team Efficiency, они находятся между двух огней, так скажем. Их зеленки должны уничтожать. Их должны с первой-второй линии уничтожать. Но если они примут очень верное решение и протокуют один из этих флангов, то они должны выигрывать. Обязаны выигрывать. Но здесь уже вкатывают на Гуай. Это как жестко-то батчат. И что же он не стреляет-то в ответ? Зачем так агрессировать? Потихонечку СТБ отстреливается. И здесь есть возможность даже батчата забрать. Есть минус батчата. Да что творят эти L Gaming? Они опять вырываются вперед на 1000 хп. И должны сейчас выигрывать. Блэйк у нас уничтожен. А тут второй бат залетел на СТБшку. И не хватает чуть-чуть альфы в 20 хп. Сафи уничтожает у нас СТБшку. И остается пока ситуация 4 в 4. Но здесь есть наис на 13-90. Как он сможет реализовать? Он только может закатываться куда-нибудь с тыла. И расстреливать двух Е5-хэвика. В лоб ему будет достаточно тяжело это сделать. Это да. Тут не поспоришь. 90-к это все-таки светляк у нас, а не воин. Ну потихоньку все равно команда L Gaming окружает своего соперника. У них позиции получше. И в любом случае это команде Team Efficiency нужно что-то делать. Потому что они находятся в атаке. Им не удастся просто так отстоять. Вот так вот и до ничи довести. Им как раз таки нужно или уничтожить всех, или захватить базу. Поэтому у L Gaming в этом плане есть небольшое преимущество. Разыграют ли они его? Возможно да. Возможно нет. Знаем буквально 5 минут до конца боя у нас остается. А я вот вспоминаю все разговоры о 13-90. В Казани в личном зачете у нас был некий молодой человек, который на 13-90 разорвал рандом и выиграл целый... Квадроцикл? Квадроцикл. На 90-ке? На 90-ке сгонял Катулечку в рандомчике. Серьезно? Я просто не знал. И уехал. Пожалуйста. Мне кажется здесь был бы вот этот парень, он бы на 13-90 разорвал бы всех четверых. Он там дал что-то в районе 5000 дамага и по засвету 7 было. Что-то в этом роде. Неплохо, неплохо. Заработал больше всего опыта. Это я к тому, что, ребята, совсем скоро будет ВГФЕС, между прочим. Можно приехать туда. Я понимаю, Азиз сейчас молчит, потому что это все происходит не в Казани. Нет, Азиз молчит по другому поводу. По-другому? Да. Он бой наблюдает? Нет. Когда вот абсолютное превосходство шло, я тоже сидел, про ВГФЕС говорил, и всем рассказывал, что там будет бесплатная еда, а еда оказывается не бесплатная. Нам потом из Wargaming сказали, что за еду платят Азиз. Поэтому я молчу, я не поеду туда. А то сейчас все еду наберут и ко мне подойдут с чеками. Я так понимаю, я буду очень вкусно кушать. Я не знаю, как ты будешь кушать. Ну, наверное, очень вкусно разъедать. Да, я не еду. Что значит, ты не едешь? Я не поеду, не хочу на ВГФЕС угощать всех. Уже не хочешь? Жаль, жаль. Пока что видим, ребят на миникарте разбирают Бохана, жестко разбирают и должны его отправить в ангар. Остается буквально чуть-чуть и сразу же в ангар. Уходят, также подставляется Хэвик. Да что ж такое? У них танки просто сами по себе подставляются. Один в Д1, просто в поле выехал, отдался. Другой здесь выехал, пол башни нахватал. То есть, такое себе. Ребята позиционируют себя довольно-таки плохо. Не могу сказать, что они хорошо выбирают позиции. Сами подставляются и отдают ХП. Но Софи все-таки удается забрать ботчата у команды Эльгейминг. Но очки прочности говорят, мне кажется, уже сами за себя. Кстати, вот если пока что-то у нас затяжной бой, но Эльгейминг тут уже в любом случае должны добивать своего противника, потому что уже 3000 ПХП ведут. Вернемся к ВГФЕСТу. Дорогие друзья, на самом деле, действительно очень интересное мероприятие будет. И если у вас есть время, оно самое главное семейное будет. Если у вас есть время, даже не нужно думать о том, что где бы там оставить своего ребенка, свое чадо. Можно взять ребенка, жену, мужа, бабушек, дедушек, собачек, кошечек. Всех взять и прийти все вместе на это большое мероприятие, которое 17 декабря, по-моему, будет в Москве, в городе Москва. То есть и местоположение там очень приятное выбрали. И, конечно же, там будут выступать артисты с эстрады, вроде бы, да? Да, там будет B2, между прочим. B2, Ёлка и кто там еще рэп читать будет вроде? Каста нет? Азиз? Нет. Но ты только что нам показывал, как это надо делать. Нет, нет, нет. Пока я не буду, пока буду учиться. Также там будет небесплатная еда, еда, которую можно будет купить. Но для тех, кто смотрел Абсолютное Превосходство, вы все знаете. И, конечно же, очень много конкурсов, очень много розыгрышей, бонус-ходиков и так далее и тому подобное. Поэтому, если у вас есть время, такое мероприятие обязательно посетить стоит. Тем более, это проводится первый раз. И, мне кажется, там Wargaming с таким размахом все это проведет, что будет очень круто. Просто, ребят, представьте, там все проекты Wargaming под одной крышей. Абсолютно все, даже какие-то новые там секретные разработчики. Да, да, да. Кстати, будут даже какие-то новые игры, которые будут только-только представлять. В любом случае, будет очень интересно. И давайте увидимся там тоже. И предлагаю все-таки вернуться. У нас противостояние команда Helgaming, которая ведет со счетом 6-1 против команды Team Efficiency, которая берет на мураванку в защите. ИСа 4-го, Е5-го, 3 батчата, ТВП и МХ-13-90. Helgaming 2, Е5-х, 3 батчата, М40, М43 и Объект 261. Две артиллерии на мураванке. Что это такое? Это вот эти вот новые меты? Давайте уже ворвемся в игру. Я что-то немножечко даже удивлен. Я знаю команду одну на Эксполис, которая на Химмельсдорфе с Артой 10 играла с конем. Но то были безумные асы. А вот Helgaming, конечно, показывает уверенную крутую игру. Но что-то, мне кажется, здесь Team Efficiency должны просто атаковать, разрывать моментально. Что 5 танков против, считай. Ну Helgaming, по-моему, уже... Хотя нет, они все-таки это LAN не стали, наверное, фаниться. А действительно у них был план из 261. Слушай, ну две арты, две арты. Что они будут делать? В атаке две арты. Команда Team Efficiency делает все... Ну, в принципе, правильно. Нужно атаковать против такого агрессивного сетапа. Только не вот так вот разделившись. А, нет, они неправильно делают. Они отправили одного девяностиком и сами встали сзади все. Команде Helgaming сейчас нужно просто подвести свои танки, начинать подсвечивать и просто начинать уничтожать с помощью двух арт. Мне кажется, так и будет. Вот они на ваших экранах. Два квадратика, которые готовы разрывать все. Буквально только вот один за свет. Это же... Даже арта будет сведена. Два выстрела от таких двух артиллерий. Один на густу ставят с помощью сплэша, другой прямой с помощью ББшки дают на тысячу. Вот, видимо, уже прострел пошел по ИСУ четвертому, но, видимо, он не в засвете. Скорее всего, это блайнд по кустам просто сейчас зашел. Как будут вообще две артиллерии, конечно, это очень жестко, мне так кажется. И на лане такой использовать... Это, во-первых, очень рискованно, потому что любой топ-коллектив со СНГ, например, увидев две арты против себя, просто полетел бы в атаку и начинал бы сносить противника, потому что у противника минус два танка, ребят. Это минус светляк, который не подсветит какой-то фланг. Это минус десятка, который не поможет в замесе. Это игра в пятером против семеры. И если у тебя такой сетап, как у Team Efficiency, им, наверное, нужно было просто полететь в атаку более агрессивно. Мне кажется, по центру нужно было всего лишь пройти по центру, и сразу все было бы понятно, учитывая, что у тебя есть АМХ с 13-90, ты бы успел все это дело просветить, и, используя домики, ты бы успел спокойно уехать, и при этом у команды была бы уже информация, куда едут танки противника, и с двух сторон их всей кучкой просто подзажать, подубивать. А артиллерия, ну да, она сделает два выстрела, да, что один, что второй, пока ты там танки убиваешь, но все-таки, как ты говоришь, это и минус светляк, это и минус очки прочности, которые можно вытанковать там где-то, что-то. Да, дамаг она может влить, но если ты дашь ей возможность вливать вот этот дамаг... А что не попадает, смотри. Вторая попадет, нет? А, они две разрядились. А, обе уже. Да, и Фокс, и Гуан Рен. Ну, плохо, плохо, что... Пока что я не вижу, что борта была реализована так же хорошо. Вот если бы на этой арте на одной сидел Эклипс, на другой кусок овчарки, это другое дело. Снегачий кусок овчарки. Или Снегачий с куском овчарки, да. Эклипс уже потерял хватку, наверное, да? Ну, такое, я с ним в рандоме поиграл, что-то... Что-то парень сдает, но на своем бачате 155-58. Это десятый уровень? Да, это десятый уровень. Не накидывал, что ли? Да как-то нет. А-а-а... Ну, он такой уже... Ему тренировочную комнату надо создать. Это же Эклипс, понимаешь? Это же артовод. Что поделать? Но на самом деле парень клевый. Старается, тащит, пытается. Слушай, его надо брать, выполнять ЛБЗшки, где на арте там должен быть у тебя совзводный. А, ну это да. И второго Корзиноча. Ну, мне кажется, ты еще шикарный артовод я видел. Не-не-не-не, я на арте не играю. Да ладно рассказывать, не играет он на арте. У меня даже нету ни одной. Конечно, да. Ты 92. Я просто смотрел... 92 это классика. Это классика. Она всегда должна быть в ангаре. Ты заходишь в свой ангар, смотришь на него, на такого большого, на такого огромного, на такого прям опасного, и говоришь, да, ты у меня в ангаре. И нажимаешь кнопку в бой. Другой танк, и идешь в бой. Да, конечно, да. И прямо на стриме кто-то едет и начинает. Больше всего мне понравился, конечно, твой стрим с Левантой. И, я прошу прощения, я не помню с кем. Кому-то там нужно было набить дамаг. По засвету, по-моему, в Леванте. Он там, бедолага, всех на гусли поставил. Азисту со словами, счастье, я уже свелся, все. С Снегачем, Снегач еще был. А, точно, Снегач еще был. И в конечном итоге Леванта там сказал, да, говорит, ну у вас... Так Снегач тоже не попадал. Мы были в равных условиях, так что все хорошо. Мне было бы стыдно, если бы Снегач накидывал там по 5 тысяч, а я по 1000. А так мы бы с ним по 300 накидывали за бой стабильно. Ну, в принципе, если хотите получить три отметки на Т-92, 300, дамаг за бой, я думаю, поможет. Да. Это гайд от Азиза. Как играть на артиллерии? На самом деле, были бы все артиллеристы, как Азиз. Рандом бы был бы счастлив. Это да. Мне это уже много кто говорил. Смотри, давай вернемся к нашему бою, в котором, к сожалению, пока что ничего не происходит. Такого быстрого, опасного, дерзкого, агрессивного. Team Efficiency поджимает потихоньку команду L Gaming. В этом углу прям занимает всю часть, ну, наверное, 5 из 6. Ну, зажата сейчас просто команда L Gaming со всех сторон. Вот, поджимают со всех сторон. И они все в углу, в углу. Оказывается, арта никак пока не реализована. Е5 Найс начинает получать очень много урона. Учитывая, что танков и так мало, теряют еще десятку. И тут Team Efficiency должны просто проатаковать. А что еще остается делать, по сути, L Gaming, артиллерия. Там столько было возможностей пострелять именно артиллерии, но она себя не реализовала. Почему? Не, известно, непонятно, но, по крайней мере, вот как есть. И я думаю, что должны додавить Team Efficiency. И это будет счет 6-2. И все-таки не уступают они L Gaming. Никоим образом пытаются тащить. Молодцы. Нужно комбейщить. Да, тяжело с такого счета вернуться, опять-таки, в драку и начать играть дальше. Ну, похоже, они делают все-таки. Тут счет у нас 6-1 уже, да. И, походу, вот как ты говоришь, комбейк начался. И по хп, посмотри, уже почти в два раза преимущество. Тут Team Efficiency должны додавливать противника. Обязаны это делать. Пока что, ну, все равно видно вот какая-то неуверенность, да, в своих действиях. Очень аккуратничают, слишком осторожничают. Ну, да. Все-таки. L Gaming вообще в себя поверили. Взяли бы нормальный сетап, возможно, даже довели бы до победы. Возможно, да. А тут рискнули две арты, причем одна из них десятая. Ну, такое. Взяли бы, не знаю. Ну, две арты много. Взяли бы восьмую арту одну или хотя бы одну десятую арту. Да, мы взяли бы Светляка, который бы показывал противника и мог бы где-нибудь там поагрессивнее поиграть. И уже не давать возможности Team Efficiency раскатывать по всей карте. Но я очень рад за именно этот коллектив. Молодцы. Молодцы. Ребята смогли собраться в какой-то момент. Да, слишком осторожничают. Ребята, возможно, нужно где-то постабильнее играть, что ли, как-то поагрессивнее. Но все-таки они смогли. Счет уже 6-2. И переходим мы на следующую карту. Утес. Вот утес. Мне очень интересно посмотреть. Китайский утес. Китайский утес. Как это вот изяты? Как они там будут играть? Что они там нового покажут? Возможно, это прям врыв будет где-то по какой-нибудь линии. А возможно... Стенка на стенку. Ну, учитывая то, как играет Тим Эфишенси, мне кажется, не будет там стенка на стенку. Но Элгейминг, возможно, в атаке ворвутся и покажут, как нужно играть в карту Утес. Ну и молодцы, конечно, Тим Эфишенси забирают. У нас второй бой. Не дают пока что выиграть противнику. Хотя, казалось бы, остается всего лишь один бой для этого. 4 матчпоинта у Элгейминг, ребят. И давайте посмотрим технику на карту Утес.